В августе 1896 года Когда Николай II с Александрой Федоровной Прибыли с официальным визитом в Англию Государь познакомился с предсказанием Знаменитого английского астролога Эхироманта Луиса Хамона Более известного под псевдонимом Кайро Вот что было предсказано знаменитым астрологом Кто бы ни был этот человек Дата его рождения Числа и другие данные показывают Что в течение своей жизни Он часто будет иметь дело С опасностью ужасов войны и кровопролития Что он сделает все от него зависящее Чтобы предотвратить это Но его судьба настолько глубоко связана С такими вещами Что его имя будет скреплено С двумя самыми кровавыми и проклятыми воинами Которые были когда-либо известны И что в конце Второй войны Он потеряет все Что он любил больше всего Его семья будет вырезана И сам он будет насильственно убит Известно что в 1904 году во время приезда Кайро в Россию Царь принимал предсказателя и беседовал с ним в том числе о предсказании В своих воспоминаниях Кайро писал Я дал царю слово чести Что никому не расскажу О чем мы говорили тем вечером Могу сказать только одно Он знал Что он был обреченным монархом Николай Второй Действительно сделал все Чтобы предотвратить войны Предсказания Всегда имеют двойственный характер Звезды лишь предполагают Но что-то изменить Возможно только нравственным усилием многих людей И если звезды пророчат военные конфликты Разве не в силах людей Стоящих у власти Не допустить войны В августе 1898 года Россия разослала правительством всех государств мира Ноту о недопустимости дальнейшей гонки вооружений И разрушительным ее воздействием На экономическое, финансовое и моральное состояние общества Россия предлагала созвать международную конференцию по этой проблеме Настойчивость Николая Второго принесла свои плоды Мирная конференция Мирная конференция была созвана в Гааге в мае 1899 года В ней участвовали представители 26 государств Была принята Гаагская конференция С целью положить предел непрерывным вооружением Через 9 лет Также по инициативе России В 1907 году Была созвана Вторая Гаагская конференция В которой приняло участие уже 44 государства Третья Гаагская конференция Запланированная на 1915 год Не состоялась в связи с Первой мировой войной Развязавшие Первую мировую войну государства Причем участники этих конференций Проигнорировали подписанные международные правила Им было важнее остановить и уничтожить Россию Как опасного конкурента Которая становилась мировым лидером практически во всех сферах жизни В 1918 году Сбылась также и последняя часть пророчества Кайру Вся царская семья была насильственно убита КОНЕЦ 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 КОНЕЦ